Перехват переговоров российских военных подтвердил успешный удар по кораблям Черноморского флота. Во вторник 1 августа в Министерстве нападения РФ заявили о неудачной попытке атаки трех морских беспилотных аппаратов на патрульные суда Черноморского флота. Однако в сети появились доказательства того, что удар был действительно нанесен, в результате чего пострадали оккупанты. Это подтверждает перехват находящихся на одном из атакованных кораблей об эвакуации. Аудио разговора опубликовало издание Бабель. Согласно информации, распространенной российскими так называемыми военкорами, среди атакованных судов был контейнеровоз с названием «Спарта-4», который перевозил оружие из Сирии. В июне Служба безопасности Украины сообщила о подозрении капитану российского гражданского судна, переправлявшее оружие для российских граждан из Ближнего Востока. На перехвате переговоров четко слышно, как российские моряки одного из атакованных кораблей обращаются с просьбой о помощи в эвакуации пострадавших. «Один двухсотый, пять трехсотый. Будет производить посадки на машинку. Ему в посадке необходимы санитарные машины». Это явно противоречит заявлениям об успешном отражении атаки дронов, сделанным ранее Министерством нападения и разрушений Российской Федерации. «Все катера были своевременно обнаружены и уничтожены». К эвакуации были привлечены вертолеты К-29, которым приказано доставить тела погибших и раненых на территорию Черноморского высшего военно-морского училища в Севастополе. Перехваченный разговор свидетельствует о наличии жертв в результате атаки. Минимум один погибший и пять раненых, требующих срочной эвакуации. Также обсуждается необходимость присутствия санитарного автомобиля и пограничника для растаможки во время эвакуации. Какой именно корабль пострадал от атаки, пока неизвестно. Однако ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины атаковали патрульные суда Черноморского флота РФ Сергей Котов и Василий Быков. Передаю закрытая районка четыре координаты. Первая, 44-20, 32-45. 4-20, 33-00. 4-0-5, 32-45. И четвертая, 44-05, 33-05. Сколько на борту? 2300 по количеству. И может быть, что к попадке надо? Все катера были своевременно обнаружены и уничтожены. Но несмотря на постоянные атаки украинской портовой инфраструктуры, со стороны России сразу три иностранных грузовых судна накануне прибыли в украинские порты. Корабли принадлежали израильской, греческой и турецко-грузинской компаниям. 30 июля транспортные средства прибыли к одному из украинских зерновых терминалов в Измаильском порту в Дельте. Кто обеспечивает безопасность этих кораблей и как Россия уже успела отреагировать на игнорирование угроз? Об этом расскажет моя коллега Александра Адамчук. Израильское судно АМС-1 зашло в украинский рукав реки Дунай. Это был первый корабль, который нарушил российскую черноморскую блокаду после бомбардировки Рене 25 июля. Корабль начал свое путешествие в израильском Аждоде. Экипаж открыто объявил пунктом назначения Украину. Об этом пишет представитель осень-сообщества Маркус Джонсон. Кроме того, он упомянул о двух других грузовых кораблях. АМС-1, Сахин-2 и Елмаз-Каптан шли прямыми маршрутами, открыто определяя пункт назначения в Украину через АЭС. Происхождение кораблей – Израиль, Греция и Турция, Грузия. Как пишет Форбс, прибывшие судна загрузят зерном в Украине и назад они вернутся по тому же маршруту. Безопасность кораблей с неба обеспечивают три разведывательных самолета и один беспилотник НАТО. Примечательно, но именно в этот день Россия обвинила Украину в атаке на корабли Черноморского флота. Сегодня ночью вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульные корабли. Позднее официальный представитель Минобороны России Игорь Коношенков немного скорректировал версию ведомства и в своей сводке упомянул атаку уже на гражданские суда России, не сказав ни слова о патрульных плавательных средствах. Сегодня ночью киевский режим осуществил попытку террористической атаки с применением трех полупогруженных безэкипажных катеров на российские гражданские транспортные суда. То, что Коношенков ничего не сказал о патрульных кораблях, может говорить о том, что Москва видит в ситуации очередной повод для провокации. В дальнейшем Россия сможет атаковать Украину якобы за угрозу гражданским судам. Так считает капитан первого запаса военно-морских сил Украины Андрей Рыженко. Дроны ударные, они выпускаются, ну где-то, я так понимаю, с побережья Украины. Чтобы в эту точку им дойти, нужно, ну, наверное, значительное время. Я думаю, что, ну, 8-10 часов. И дело в том, что когда эти дроны были выпущены по конкретным целям, то я так думаю, что те суда, которые, ну, которые там якобы, они находились вблизи российских кораблей, они еще даже в Черное море не зашли. В то же время оперативное командование Украины Юг сообщило, что Россия наращивает количество ракетоносцев в Черном море. По их данным, общий залп калибров может достигать 16 ракет. Они наносят эти удары, ну, что характерно, как вот, если говорить про юг Украины, то по объектам опять зерновой инициативы. Вот было 4 или 5 дней, когда они наносили там каждую ночь. Потом они наносили удары по объектам гражданским, там, другим каким-то промышленным. То, что они там нарастили с 8 до 16, ну, это, как бы, ну, такой трагедии нет, как бы, большой, потому что это немного. А у них были моменты, когда у них было там гораздо больше, там, больше 30-40 ракет. Российская армия стала чаще обстреливать юг Украины, уничтожая инфраструктуру портов, задействованных в верновой сделке. Министерство обороны России также заявило, что после выхода страны из продовольственной сделки все суда в Черном море, которые плывут в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Александра Адамчук, Белсад. 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 Продолжение следует...